Ассаламу алейкум, Ардах Тагаин. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Одним из самых мощных государств Центральной Азии в конце 18 и начале 19 века было Хивинское ханство. На самом деле это государство называлось Хорезм, а Хивинским ханством его называли, начиная с 17 века, российские историки. В эпоху своего рассвета Хивинское ханство охватывало очень большую территорию, подчинив себе практически все нижнее междуречие Амудари и Сырдари, южное Приоралия и ту часть Мангстау, где проживали туркмены. В начале Хива, как и многие города на Амударе, в 1505 году был завоеван Мухаммедом Шейбани, который бежал сюда, проиграв борьбу казахскому хану Касыму. Однако в 1510 году Мухаммед Шейбани погибает от рук персидского шаха Исмаила и Хива переходит к персам. Но в 1511 году жители Хорезма поднимают восстание против персов и приглашают возглавить эту борьбу двум братьям Ельбарсу и Бельбарсу. Эти два отважных парня были внуками Жадгера, человека, который пришел к власти после смерти хана Абулхаира. Согласно Пачикаеву, после смерти хана Абулхаира, который отличался властностью и решительным характером, местная знать, видимо уставшая от жесткого правления, привела к власти его родственника Жадгера, человека более мягкого. Однако Жадгер смог править ханством Абулхаира только полгода и вскоре он был убит сыном Абулхаира Шайххайдаром. Так вот, этим двум братьям Ельбарсу и Бельбарсу удается организовать изгнание персов из Хорезма, и в 1511 году старший из братьев Ельбарс провозглашается ханом Хорезма. Это подтверждается трудами Абулгаза Бахадура и Муниса. Вот так началась история Хивинского ханства, первыми правителями которой стали выходцы из рода шейбанидов, проигравшие борьбу казахским ханам и вынужденные убежать из территории ханства Абулхаира. Династия шейбанидов управляла Хорезмом до 1694 года, когда в борьбе с туркменами погиб последний представитель этой династии хан Ернек. С 1695 года вся власть в Хорезме переходит в руки правителей Хорезмийских кочевых племен и Наков, которые стали сажать на престол своих ханов-марионеток. За очень короткий период с 1695 по 1714 год на Хивинском престоле побывало семь ханов, но никому из них не удалось задержаться у власти. Практически все они погибли в междоусобной борьбе. И вскоре в Хорезме, можно сказать, не остается своих чингизидов, так как все они погибли в борьбе за власть. И вот тогда, впервые в истории, на Хивинский престол был приглашен казахский туре. Сразу же хочется ответить на вопрос, а почему вожди Хорезмийских племен решили пригласить на трон казахского султана? Ответ крайне простой. Жители Хорезма видели, как в соседнем казахском ханстве практически нет гражданской войны. И казахский народ более-менее объединен под властью казахских туре. Об этом писал Мирзалим Махдум Хаджи в своем сочинении «Тарих Туркестан». В Хиве ханская власть стала лишь номинальной. В их руках не были сосредоточены власть и контроль. Все решалось по воле и распоряжениям инаков. А некоторых представителей ханской семьи они отправляли в Казахстан, и других приводя оттуда в ханы. В 1715 году на престол Хорезма приглашается казахский султан Сергазе, сын влиятельного казахского султана Жан-Туре и предположительно потомок казахского хана Хакназара. Сергазе окончил знаменитое бухарское мадресе и был весьма образованным человеком своего времени. До приглашения в Хиву Сергазе проживал на территории Бухары, так как его предки проиграли борьбу за власть другим казахским султанам и были вынуждены уехать из казахской степи. Сергазе действительно оказался очень способным правителем и смог остановить жестокую междоусобную войну в Хорезме и восстановил государственный порядок. В 1717 году в земли Хивы вторгается русский отряд под руководством князя Бековича Черкасского, притворявшийся торговым караваном. На самом деле этот отряд был послан Петром I для проведения военной разведки и оценки внутренней ситуации в Хорезме. Но Сергазе хан не только остановил этот русский отряд, но и полностью его уничтожил, таким образом надолго прервав желание России вторгаться в Хиву. После этого хан Сергазе приступил к возвращению тех земель, которые смогла захватить Бухара, воспользовавшись распрями в Хиве. И эта политика также приносит результат. В 1718 году Сергазе хан наносит ряд поражений бухарским войскам и возвращает под свой контроль города Мерв и Мешхет. В результате этого похода Сергазе захватывает очень много пленных, которые были превращены в рабов. В 1719 году Сергазе начинает строительство Большого Медресе в Хиве. Строительные работы он поручает именно тем пленным рабам, которых он захватил в Мерве и Мешхете. В обмен на строительство прекрасного Медресе Сергазе дает обещание отпустить рабов на свободу. Однако через год, когда строительство подходило к концу, Сергазе начал всячески затягивать стройку, придумывая новые задания. Окончание строительства Медресе затянулось таким образом на несколько лет. И тогда, разгневанные ложными обещаниями рабы, восстали и убили хана, когда он пришел в недостроенное Медресе для очередной проверки работы. Произошло это приблизительно в 1728 году. Так закончилась судьба этого казахского султана, который смог остановить междоусобные войны в Хиве и приостановил распад Хивинского ханства. За свой выдающийся вклад в дело развития Хивы, Сергазе еще при жизни получил звание Сахиб-Кран и стал таким образом вторым правителем после Тимура, который имел это почетное звание. Сергазе был похоронен в мавзолее, который находится справа от построенного им Медресе. Сразу же хочется отметить, что Медресе Сергазехана после его смерти все же открылось и получило название Масканифазелан, что переводится как «обитель знаний». Здесь получили образование многие жители Хивы и соседних стран. Среди самых известных учеников этого Медресе были узбекский поэт и историк Пахлаван Кули Равнак, каракалпакский поэт Ажниас Косбайула, туркменский философ Махтум Кули. Сегодня Медресе Сергазе не работает и представляет собой лишь архитектурный памятник, напоминая о казахском султане Сергазе, ставшем легендарным хивинским правителем. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которой мы должны гордиться. Мы имеем полное право гордиться такими представителями казахского народа, как Сергазе, которые даже на чужбине, на чужой земле смогли показать выдающиеся способности политика, воина и дипломата.